Тут самый как раз таки флайбай будет играть. Минус тренд. Рубик ФП от Найтс, ну такой дефолтненький. Дальше шеду Демон Лишак. Здесь уже поинтереснее. Мы это уже видели от коллектива Бэтбум. И в ответочке просто дефолтно Тускар. У Найтс супер дефолтно, у Бэтбум интересно. Ну и для них, для конкретно Бэтбума тоже дефолтно, да? Потому что Лишак у них флекс персонаж, который отправляется и в центр, играет в оффлейне. И от Найтфола, соответственно, и от ГПК мы этого героя видели. Поэтому для них это вполне себе обычный пик. Не знаю, как для Найтс, как они воспринимают этого Лишака и готовы против него играть или нет. Проходится дальше по кор персонажам. Убираем морфа, собственно, от Пьюра. Убираем бестмастера. У нас в пули остаются опасные герои, такие как Сларк, как Курса. Все еще, да? Нужно иметь это в виду. Конечно. Ну что, что? Вот я хотел отметить. Ну, фуреных во второй стадии ванов заблокировали все-таки. Вспомнили, что этот герой имеется. И как разыграть сейчас у нас Бэтбум? Мне это, скажем так, больше интересно. Опять-таки, каркас у Найтсов готов. Но это коллектив, который играет абсолютно по-разному. Они могут сыграть на Эго, дадут ему Шадоу Финда. Могут играть, в принципе, на Алак, который круто отыгрывал на паке. Флайбай обычно исполнял, конечно же, роль такого аурника. То есть она собирает на команду. Ну, это сейчас дефолт абсолютно. Я помню, что он на Бурде много поигрывал, но ее решили заблокировать. Минус Эмбер Спирит. Это тоже сигнатур Калакарти. Ну и 2 КПК. Да, 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 да. Классические абсолютно баны, минус Тампларка. Бэтрайдер в пуле остается. Наверное, мы не хотим, да, Бэтрайдера в Шадоу Демона брать? Не очень хочется. Не очень хочется. Конечно, играть можно. Но в Шадоу Демона ты хочешь взять героя, который все-таки может влететь в бэксайд. Вот а-ля Эмбер, Шторм, Пангольер хотя бы. Потому что тебе нужно найти Шадоу Демона и обезвредить. Не получится фокусить на шагах, когда здесь стоит Шадоу Демон. Но Панга из всего перечисленного мне нравится больше. Посмотрим. Я хочу отметить, что в пуле все еще находится ДП-шка. Это интересный герой. Он сейчас очень хорош. Ну, минус пак, все. А-а-а, лакрит пока. Лакверк. Вот такой дефолт на пятерочку. Панга. Здоровка. Али, все. Здрасте. Так, ладно, это интересно. У нас получается позиция таска будет либо мид, либо оффлейн. Ну, и лакритина таски вполне себе может отыграть. Причем практически не задумываясь, да, выбраны были персонажи? Практически не задумываясь. Ну, играли они так же. То есть пикали Дровку, пикали Сайнессер. Это сигнатурки. Ну, теперь можно закрыть эту линию. Давай, Нейтфулыч. Прямо сейчас, я думаю, нужно брать ему героя. Мы видим Дровку, мы видим Сайнессера. Два оранжевого героя. Могут пробивать с руки. Но, можно ведь взять условно Тимберсова. Можно взять, ну, бисмастера, к сожалению, нет. Но есть такой герой, как Ликан. Энигма здесь, ну, с точки зрения драфта, как герой, который там блэкхолит, плохой персонаж, да? Потому что Сайнессер Рубик не хочет играть. Но при этом всем можно полынить довольно-таки неплохо. Собрать ауры и засноболить. Может быть, кого-то мы забыли. Ликан есть для Найтфола. Ну, Дэс Профит же проще, нет? Ну, в двух ренджей не хочешь играть. Дэс Профит еще немножечко, но страдает от дровки. Ну, за счет того, что там Фрост Арул снимает весь свой реген. Ликан, ты был прав. Ну, я чувствовал, что должен появиться такой герой. Есть небольшая проблемка, что вначале нужно популить. Шадоу Демон тебе линию не протектит. Сам по себе Ликан, ну, слой не слабый. Пока у тебя там нет шестого доминатора, ты не можешь стать хорошо. Но, как только ты получаешь шестой, как только ты берешь там, условно, Кентавра, дровка выкатывается с линии. Дровки нужно будет всегда держать на готове ТП. И желательно, чтобы мидер был готов помочь. Ну, условно, Тускар, который прилетит и застомпит этого Ликанчика. Ну, по драфту мне больше нравится снизу. Единственное, я понимаю, что у них тавер-дэмэдж классный, да? Такой сноубольный пик. Выигрываем линии, продавливаем соперника. Но дровка на сладах это все разнесет. Ей здесь вообще ничего не угрожает. Купи, а она там себе шард, пику стандартную, да, и что-нибудь еще. Она просто начнет про... Ну, вот она через мультишоты пробьет всех суммонов. И расстреляет, спокойно расстреляет Лишака из дистанции. И Ликантроп к ней тоже не подойдет. Я, единственное, побаиваюсь за лейт команды Бэтбум Тим. То есть, окей, если мы за сноубольм себе выиграем игру, вообще никаких проблем нет. Это будет чистая карта. Но если что-то пойдет не так, нужен план Б. Так, 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 смотри. У нас есть снайпер для пьюра. Здесь он заходит неплохо. Довольно-таки жадный пик. И Лишак, и Ликан, и снайпер. Но если не снайпер, и тебе нужен агрессивный герой на линии, тогда бладсикер. Но бладсикер здесь уже плохо. Так, ну, а как мы будем сочетать таких героев, как Ликантроп, Лишак, и еще там снайпер, или бладсикер вместе? Ну, то есть, это абсолютно не связанный друг с другом персонаж, как мне кажется. У них нет синергии? Нет. Все еще очень плохо в лейте. Спектру? Ну, тоже. А как они будут сочетаться с спектрой? Ну, учитывая, что у тебя довольно жадный оффлайнер, который в свое время, ну, то есть, он 15 минут вне игры, только он покупает оверлорд, он уже в игру заходит. То есть, если ты сейчас берешь какого-то Керригера, а-ля снайпер, у тебя такой, не самый балансный пик в мид-гейме, но при этом всем, если ты поставил на линиях неплохо, ты можешь сноуболить, ты можешь скейлиться в лейт. Если тебя подожмут на линиях, играть будет крайне сложно. Если ты берешь героя, который хорош на линии, ну, это мало героев. Это бладсикер, в первую очередь. Кто еще, который может подключиться? Ну, какой-то герокоптер, который неметовый, которого я здесь видеть не хочу. Мортлинга и прочего в дроу рейнджер ты брать не будешь. Может, мы тогда шаг к керри и мид возьмем просто, что-нибудь, что побегает? О-о-о! А это интересно. А возьмем просто пангольера в мид. Вот, да, да. И вот это будет скоординированный уже пик. У нас будет и контроль, у нас будет хороший мид-гейм, у нас и тавер-дэмэдж. Потому что вот здесь, вот лейт, у команды нет, мне нравится сейчас в разы больше. Если они дотянутся своими шмотками, под тайтхантером, под таском, дровка расстреляет всех. Глоб, там, посмотри, сколько тимфайт. Там реведж под глобал. Типа, что делать? Мне это нравится. Я так вижу, и мне нравится. Вопрос в том, играет ли пьюр на Бишаке, захочет ли он. Если это эксперимент, то, конечно, категорически этого не будет. А если пьюр на Ликантропе, или Шак офлайн, или Шак мид? Так, ну ты не хочешь на Ликане, стоит ли, да. Не хочешь. Вообще никак. Да-да, не хочешь. Ты не сможешь не спушить, ты просто в лес уйдешь. Я думаю, что это будет снайпер почему-то. Может быть, Doom. Что еще я могу запредиктить? Ну, Блатсикер в рядке уже. Он может... Он Лейт не спасет, Блатсикер. Он Лейт не спасет. Это плохой пик флейт. Это исключительно герой сноубол здесь. Для того, чтобы Ликан задавил свою линию, ты побегал, подрался, подождал слоты на Лишаке на Ликане и не просел. Все. А дальше уже Ликан с Лишаком будет эту игру закрывать. А Блатсикер, ты просто заходишь в тимфайт, стараешься зафокусить дровку, если получишь, ну и... Ты бежи, не умрешь первым. Давай. Теперь вы можете выбрать своих героев. Немножко я подготовился, на самом деле. Немножко подготовился, да. Ну, все-таки... На самом деле, это правильное решение, я считаю. Для команды Бэтбум. Это их комфортный драфт. Да, он подкрепит Лейт, безусловно. То есть снайпер против дровки играть можно. Единственное, что... Для меня плохое сочетание героев снайпер, Ликантроп и Лишак. Вот для меня это три героя, три кора, которые друг с другом не коммуницируют. Я соглашусь, здесь еще вопрос в том, возможно, будет такая ситуация, где мы зададим этот прекрасный вопрос. А кто будет тут играть? Платвер с Лишаком? Ну, да, получается, под Лишака играем, что ГПК отстает свою линию классно, саппорты собираются под него, гангаем, и через дизрапшн стан Лишака мы делаем фраги. Пока качается снайпер, пока Ликантроп фармивает там свои доминаторы, второй шлем оверлорда и прочее, прочее, прочее. Я не знаю, мне кажется, настолько простой и понятный пик у Найтс, вот он простейший, что вам даже придумывать, изобретать велосипед не нужно. Просто покачайся, сильно линии не проиграй, выфармит дровку, и она всех победит. Ну и как бы, ну не очень сложно. Я тут вижу такой сценарий, что все-таки стоят хорошо на линиях. У нас Бэтбум получает некое преимущество, добирают себе доминатор на Ликане, забирают пушечку снизу, снайпер перемещается на вид, как только он чувствует опасность, начинает фармить около мида, Лишак как раз-таки пытается занять фражеский лес, добираем оверлорд, с этим оверлордом и блатстоуном мы уже движемся в сторону завершения игры. У снайпера здесь будет не так много, то есть он купит условно там пику БКБ молнии, этого будет достаточно для того, чтобы уже заходить на рампу. Но это очень тонко, и сыграть нужно грамотно. То есть малейшая плоскость, и игра уже будет очень сложная. Да, при этом мы также понимаем, что, наверное, в мидгейме нельзя будет ошибаться и Найтс, потому что ни один неудачный реведж, ты открываешь простор к своей базе, ты говоришь, ребят, заходите, Тайтхантер ничего не может, пушьте на сколько угодно. Поэтому и от Найтс требуется в мидгейме очень клево сыграть. В общем, да, я тоже согласен с тобой, что сценарий игры такой будет, чтобы БДБУМ удавить, в мидгейме постараюсь закончить, но если Найтс просто грамотно отобороняются, дадут парочку хороших тимфайтов с реведжем, то плейте, мне кажется, у Найтс даже будет посимпатичнее. В общем, все, в руках БДБУМ, они взяли себе инициативу, значит, проявляйте эту инициативу, играйте в доту, выигрывайте, показывайте, что вы самая сильная команда региона, показывайте, что вы такие гигачаты на каждой на своей позиции, чемпионы и готовы разрывать. И уж такой соперник, как Найтс, для вас не должен быть преградой, ну, вообще ни по каким оценкам. Но это чудо-мейджор, друзья, это чудо-сенсационные результаты, здесь может быть всякое. Именно поэтому мы с вами здесь собрались, друзья, устраивайтесь поудобнее, мы с Ярнаром тоже устроились максимально удобно и будем просматривать вместе с вами эту замечательную игру. Показывает нам Пьюра на снайпере, с топориком, пошел на верхнюю линию, ну, тут по дефолту все расставлено, никаких сюрпризов мы не ожидаем, да? Алла Крити в центре на таске против Лешака. Как и следующие противостояния Лешак-Таск в центре. Я видел этот матчап много-много раз и знаешь, опытные Лешаки его выигрывают. Это показал и Ниша, ну, Нишу сейчас, наверное, в этой форме просто сравнивает практически не с кем. Он очень силен. Он и на тасике выигрывал у Лешака, чтобы ты понимал. Я думаю, что матчап все-таки, наверное, ближе, чем, ну, вот, около 50 на 50. Лешак там фармит, но килл потенциал как раз-таки выше у Тасика. Любой ганг под его шестой может уничаться успехом. А дальше уже надо снова болить карту. Благо тут есть герои, которые помогают, да, которые могут играть с Тасиком. Тот же самый Рубен пришел в топ по древе, что бил на бот, как только у Драксы, просто появляется буквально там ПТ-2 в рейсбэнде, тоже можно коннектиться. Самое важное для Бутбума это вот линии. Нужно их не проиграть. Нужно постоять так, чтобы и был фарм на снайпере, так же Лешак был с левелом, скажем так, вообще Лешаку. Ну, наверное, все-таки нужно играть через Блустон. По-другому никак. Сложно будет, сложно будет играть без Блустона. То есть вот эти вот Юла, там, знаешь, Гусраутнега собирают. Это все прохладная тема. У нас топи нападения. Пробивает у нас Феликся оба. Неприятно, больно. Пьюр закидывает еще одну картечь. Ну, и все. Разменялись. Причем обоюдно. Всем неприятно, а Флайбай доволен. Его не били. Ну, и Тайт Хантер, такой герой, который пока без дэмэджа пробить реально трудно. Ну, нормально, Таран Токио пытается звонить соперника, ведь главная задача, чтобы Пьюр просто покачался, чтобы Тайт вот крюком не махал перед носом у снайпера. Если этого не будет происходить, снайпер выформит себе там начальные слоты, пару рейсбэндов каких-нибудь. Ну, или там сразу пойдет какую-то эпику собирать или ПТ-шку. Все будет у него окей. Алла Крити против ГПК в центре, пока ГПК стоит прилично 6 на 0. Таск пытается нюками забирать каких-то крипов. ГПК играет, сыграет, Стана мажет все-таки. Алла Крити здесь перемикрил своего соперника. Да, интересно, конечно, что пошло не так у Найтскрит на этом турнире, потому что вроде как в своем регионе показывали неплохую доту, здесь напроигрывали супермного, и буквально вот вчера только они первую карту смогли отжать. Найтс, не помнишь, у кого, кстати? Сейчас я пойду даже посмотрю, потому что этот матч я по матчу я не смотрел, и, собственно, попробую сейчас посмотреть, потому что все-таки-то важно, да, кто подставился первый под Найтс. Может быть, Найтс это мотивирует, зная, что почувствует себя силой, и ребята более заряженные уже смогут там подходить к следующим матчам. У команды Shopify Rebellion, казалось бы, да, команда, которая идет в топе таблицы, именно они отдали карту коллективу Найтс вчера. Забавно, забавно. Ну, это опять-таки к впору тем сенсационным результатам, что мы вчера уже наблюдали, один из которых, это как раз-таки победа в одной из карт коллектив Найтс. То есть вкус победы команда прочувствовала на мажоре. Одну карту выиграли, глядишь, там, ну, может быть, из группы-то и не выйдут уже, да, потому что результаты ужасные. Ну, какие-нибудь еще победки золотаются. Ну, и на фоне таких, не знаю, обескураженных бэдбум, вот каких бэдбум, вот после вчерашних серий, как их назвать, какие-то бэдбумы, обескураженные или все под контролем, все в порядке, по лузерам пройдем. Вот какие сейчас бэдбумы? Вот пока, знаешь, их вот не увидишь, пока с ними не поговоришь и непонятно, видите, какое у них состояние. Ну, точно не такие уверенные, как были до мажора. Я в этом почему-то уверен. С другой стороны, можно по ходу матча раскрыться. Друзья, Best Buy Nuve, вот видите, этот логотипчик по центру. А что такое Nuve, друзья? Nuve, это красота, которую ребята подарили нам, талантам, выдав отличные луки. Вы видите, как мы преобразились. Мы классные, мы красивые. Шмотки реально огонь. Пацанам из Nuve огромный респект. Если вам шмотки тоже понравились, друзья, можете посетить онлайн-магазин или офлайн-магазин Nuve. И для вас, прямо для вас есть промокод Dota2, который при заказе датам 20% скидоса. Ух ты, бодиблок, бодиблок, бодиблок. От иллюзий, от волка. Что творят сейчас? Бэтбум, неужели Эго умрет? А он умирает, больно, неприятно. А в команде Бэтбум вопросов к Найтфолу быть вообще не может. Карты, которые проигрывают у него всегда шикарно. Да, все тащит, все пытается вот действительно тянуть. Где-то даже периодически просто керирует с третьей позиции Егор в ультимативной форме. Это правда. Ну и здесь вот показывает свой скилл. Это то, что мы хотели увидеть, да? Оверскилл от этих ребят. И бодиблок с умонами, иллюзиями. Пожалуйста, тому подтверждение. Хороший фраг, первое убийство для Бэтбум. Пока что все хорошо по крипстатам у команды Бэтбум на всех трех линий. Отмечаю. Ну и мы видим, что на топе Хантер все-таки начинает набирать свое, но ему неприятно. Всю ману он уже потратил. Есть у него три манга стики, но пьюр стоит превосходно. Там он еще и по динамике спеет. ГПК. Стакает у нас кем? Контролит руну. Все у него в миде тоже шикарно. 19 крипов. Чуть больше, чем у Тасика, но при этом он законтролил руну, пошел себе застакал и играет на опережение. На будущее инвестиции у него имеются. Я думаю, что там Шадоу Демон тоже застакает. В итоге он все это дело подфармит. Самое главное сейчас просто очень грамотно разместиться по линиям. Точнее, ну, зону фарма поделить после линии. Ну и давайте смотреть. Опадение на флайба. Ему более неприятно. Торонто тоже подставился. Обойдет на такой размен. 0-1. Фрагов немного, но все харасят друга. Все пробивают. Стоят пока что очень-очень аккуратненько. Ну еще бы. Игра важная. Для Бэтбума это на самом деле тот самый толчок, который может произойти. Для того, чтобы зацепиться за Лима Мейджор, за хотя бы нижнюю сетку, остаться на турнире. Оттого и гляди. Поймать кураж и начать разводить. И у нас все. И все оба закончился. Торонто только грамотно вышел. По всему вместе спину убил. Экси Джей подставляется. Неприятно есть. Дырка спрятали. Можно убивать. Заблокировали или нет? Не получилось. Добить сейва. Под дебафом проклятие навешивает на соперника. Переиграли здесь, собственно, героя. Ну и у нас по крайним линиям саппорта пока страдает очень сильно у коллектива Найтс. Не, ну да, конечно, сложно представить себе состояние Бэтбума, если Найтсом еще проиграет. А в нижней сетке, я так подумал, коллектив Бэтбум для любого соперника будет супер неприятным оппонентом. Вот нарваться на Бэтбум в лозерах, ты же представь, что это такое. Даже для команды Западной Европы. Это очень неприятный из оппонентов. Конечно. Ну представь себе, у них еще будет один день отдыха, но чисто теоретически, если они все-таки пройдут, упадут в озера, ничего страшного, у них будет день отдыха, где они смогут собраться, где смогут подлечиться, успокоиться, задумать вообще, что они хотят и как играть. Немножко адаптироваться, рассмотреть вот свои ошибки, значит, понять, где они ошибки, в чем была как раз-таки заминка. А дальше ситуация может измениться, потому что изначально все верили в Бэтбум, а они могут показать хорошую доту, какую они показывали в сезоне DPC, да, в регулярке. Да. Ну и важно еще даже, если на этом турнире не все сложится, да, уже не так хорошо складывается, у нас Disruption. Станли Шака хорош, Коги, тут можно сжигать двоих героев, есть но полная защита, выиграть премия. Ну и просто раскрутить ситуацию уже не получится, просто два героя сжигаются, 5-0 Бэтбум. При этом, да, убивают они, конечно, прикольно и здорово, но по экономике это преимущество вообще никого бы не дает. Вот, даже если вдруг этот турнир для Бэтбум не сложится, даже если они займут там, ну займут мест там ниже восьмого, там, да, или 12-14, ну какие-то такие места, они самые высокие, то важно на сцене поиграть для этого коллектива, мне кажется, потому что впереди еще мейджоры, на которые, на которые, ну, наверное, будут все-таки будут отбираться, и опыт лана, вот именно этой пятеркой нужно нарабатывать, и чем больше вы этих ланов отыграете, чем больше матчей на сцене, тем лучше, поэтому на сцене нужно поиграть побольше. Ну, конечно, тем более с публикой, со зрителями. Ощутить этот вайб, да, соответственно, рев толпы и прочее, прочее. Торонто-Токио поджимает у нас флайбай, бежит ли у нас пир, пир далеко, ну, просто разомнет. Старается, конечно, выбить максимум ресурс, чтобы флайбай отправился на базу, если у него стик, вообще флайбай чуть было и просел, тысяча преимущества у команды Бэтбум на стадии лейнинга, седьмая минута, все очень-очень хорошо. Я тоже считаю, что когда ты играешь в групповую стадию, играешь номера в отеле, то есть practice room'а, это не то, это не лан. Ну, это фактически буткет. Я согласен, да, то есть ты зашел, ну, понятно, что это не кривое, да, тут ребята играют на полную, три команды вылетают, нужно подготовиться так, чтобы показать все лучшее, остаться в турнире и чтобы у тебя еще и хватило задумок для того, чтобы до конца доиграть. Заготовки должны быть, нужно еще уметь адаптироваться, погибает Санни, 0.6, хорошее начало от Bad Boom. Пока что все идет по плану, который я предсказал. Идеально. Пока идеально, да. Пока инститива зарабатывается, друзья, как и, собственно, вы можете, друзья, поучаствовать в акциях от нашего партнера Bad Boom. Собственно, для этого вам нужно переходить по ссылочке по трансляции, ну и, конечно, гарантированно получать FreeBet и участвовать в розыгрыше топовых девайсов. Все для вас. Bad Boom. Так, ну что, 2000 преимущества, преимущество нарабатывается. Хочется с лейнинга так добротно на минуте, там, 12-13 получить, там, 4-3 тысячи, собственно, поломать какие-то первые ранние вышки, ну и не оставить там с очень быстрыми стартовыми айтами какого-то там таска, который вы мог уже мидгейм спасти для коллектива Найтс. На всех линиях нужно продамажить оппонентов. Это, кстати, получилось сделать, потому что реально на всех трех линиях ребята из Bad Boom сделали по фрагу, да и не по одному даже. Дровка уже уходит на девятой минуте фармить лес, ну а тут уже сейф начинает ее активно гонять. Можно поставить какой-то глубокий вардец, ну и вообще эго просто не подпускать к крипам, к нейтральным всячески мешать. Да, вышка снизу уже пала, на девятая минута, мне нравится, хороший тайминг, супер. Найтфол, что у него там уже? Доминатор есть, отлично, вообще великолепно. Катмосальный серый, CJ прячется, сейф прочитает, мне кажется, чувствует, понимает, да, залетает, все, и CJ, до свидания. Еще один фраг обороты. Ликан уже с доминатора, ну неприятно, долго, конечно, убивали, да, так мучительно. Ну, второго, в топе. Наконец-то фраг от команды Team Knight, ну я уже думал, знаешь, игра, возможно, будет чуть ли не сухая. Один фраг имеется, убили клак, вербка, можно выйти по топ, в то время как Бэтбум начинает пушить мид. Ликан может подтянуться, вышечка падает. Итак, это ГПК с макшным диаболиком, минус вышечка в миде, 3000 преимущественно на девятой минуте. Сильно. Бэтбум проснулись. Все идет по плану. Сейчас нужно не допускать критических ошибок. Просто не подставляться. Не нужно стараться фармить все, что есть на карте. Нужно лишь распределиться правильно для того, чтобы добрать важные шмотки. Не знаю, у Найтфола нереально крутые тайминги. Это оверлорд условно на 13-14 минуте, при том, что у тебя есть большой лишь рак, у которого уже 5000 натворца, это плюс Бладстоун. Я понимаю, что с этими артефактами сложно закончить игру. Да даже, в принципе, и не нужно суперсильно форсить события. Но точно можно забрать сетер-два вышки и уже иметь и сторону Рошана. Я пока что вижу вот такой же сценарий игры. Но пока все получается. Лакрити первый свой выход на таски, конечно, реализовал. Но этого мало. Нужно больше. Нужно больше выпадов. Сейчас сжимаю здесь флайбай. Торрентоки с пьюром. Нет саппорта здесь у флайбая. И он будет тут получено умирать. Еще один фраг на корпор персонажа. Копилочку коллектива Бэтбум. 8-1. Для меня игра Nightfall в этой карте она сродни, наверное, с его игрой на какой-то бруде. Потому что он там делает то же самое. Выгоняет соперника. С паучками быстро ломает вышку. Потом сразу же перетягивается, помогает снести в центре. Я таких у него очень много пабликов видел, когда он в ММ играл. То же самое. Просто вот захватить оффлейн, захватить центр. Весь контроль над вражеским лесом заполучить на очень ранней минуте. Ну и потом таким образом по экономике ты просто не можешь не доминировать. Потому что мы видим, минуты идут, преимущества растят и уже на 11-й 4К превосходство. Очень много. Ну а Найтс ничего не делает на карте. Я не вижу пока что от них супер каких-то хороших действий. Они пытаются убить в топе Клакверка. Окей, убили Клакверка. Ничего страшного. Он может умереть хоть 10 раз. Игра от этого сложнее не становится. Найтфол очень большой. Начинает пушить Т2. Сальни серде... Дефает Ликан. Это, конечно, смешно. На него опять выходит. Есть форма ультимейт. Побежал Найтфол. Глиф имеется. Глиф за юзари. Очень больно сейчас будет Ликану. Прилетает сюда Филисиоба. Ворует у него, скорее всего, Хауль. Нет, это форма, да? Шейп-шифт. В итоге у нас подставляется Shadow Demon. Алакрити на месте. Можно забрать Сейван. Нужно его здесь как-то забрать. Под ультимейтом Филисиоба забирает Скис Сейвани. Подождите, долго живет Сейв. Вот еще Иман Сид пытается выжить. Максимум выжить ситуации. Конечно, фраг достается с командой Найтф, но три героя стянула. С одного потеряли. На топе умирает Тайтхантер. Это печально. Это очень сложно. После телепорта, похоже, умер, да? И реведж не дать, ничего. Реведж не имеется. Под него просто никто не играет, да? У него ТПК, да? Вроде Мека есть, но выживаемости этому вообще не добавляют. И нет саппорта просто, который мог бы ему помочь. Потому что оба саппорта вынуждены были находиться снизу. Как раз таки вот там отоборонять Тир-2. Поэтому да, на всех частях карт идет жесткое давление от коллектива Бэтбум. Так, а у нас информация интересная от нашего партнера Дота-2. Клокверк — это самый популярный герой ближнего боя за всю историю про сцены. Вот так вот. 9500 официальных матчей с винрейтом больше 50%, 50% и 59%, если быть точным. Ну, такая информация. Ну, Клокверка мы любим. Клокверк — всегда желанный гость в любом драфте практически. Многофункциональный персонаж. А с последними изменениями, с преображением его там с шардами-аганимами он вообще прям стал изюминкой. Прям великолепный герой. Так что, Клокверка мы любим и почитаем. И снова минутка прошла и снова преимущество увеличивается у коллектива Бэтбум. Вот только что я заметил, было 5000. Ну, сейчас, видимо, там где-то 4 с небольшим. Смакуются ребята из Бэтбум. Отправляется вражеский лес. Под Вардом они видели как Алакритис, фармил вместе с их Сэгэем. Пробуют наказать. У Торн-Токио есть шот. Глобал. Глобал сразу отрезает эту возможность. Турш тут у вас может инициировать. Нашли при этом ребята из Бэтбумбар. Но это все равно давление. Все равно это Найцев заставил уйти глубоко под Тир-2, под Тир-3. Так, что у нас у Люкана? А уже Хогерлоур. 13 минута. Браво, браво. Найспол отыгрывает тут прям шикарно. Лагеря, которые у нас остакали себе игроки. То есть, посмотри, саппорт так много. Один сделал стак, сейв. 4 там у ГПК, 3 у как раз-таки Пьюра. По боту можно идти, добирать Т2. Все очень просто сейчас у команды. Дела идут неплохо. Сейчас будет Мом дальше. У нас, понятно дело, Драгонлендс. Потом, наверное, даже можно будет сделать БКБ, потому что мы уже эту карту можем плюс-минус пытаться закончить. На топе у нас Влазка от Найтс. Они заходят во Врарский Рес, забирают кемп. Лакарти бежит внутрь. Кого-то хочет здесь найти. Вышится Смока. Никого не видит. И все. А Вышка в боте уже начинает падать. Неприятно. ГПК вообще под мидом. Ломает мид, пушит мид. У него Бладстоун. Супер шикарные тайминги у Билд Бума. Они сейчас, наверное, уже практически неостановимы. Я не хочу сказать и как-то сглазить, потому что у меня как оказалось, как у многих есть такой дар. Я говорю какие-то банальные вещи и все происходит ровным образом наоборот. Так, ЭксиДжей подставился. Ну все, здесь уже Габелла минус Санисер. Так, планомерненько забирает преимущество, наращивает. Все очень хорошо команды Бэтбум. Наконец-то Тайтхантер переместился туда, куда он должен был идти. Он перемещается на бот, начинает дефт ликанов. Ну что, в центре что-то происходит, да? Снова Боллакрити пошел, кого-то убивает Сейва не забрать. Там Феликс Абас воровал шейпшифт, бегает от форм Меликантропа. Сейва добить надо, добивает. Лакрити смог сделать убийство, его, конечно же, разменяет. ГПК не должен отпускать. Размена в любом случае в пользу коллектива Бэтбум. С другой стороны, понимая на ац, Боллакрити знает, что только ему нужно что-то делать, только он может что-то на карте изобразить, потому что, ну, Тайтхантер ты не можешь постоянно привлекать к тимфайтам, он ждет, скорее всего, драки 5 на 5, плюс выфармить блинк желательно. Ну, а дровка должна просто качаться, поэтому у Лакрити вынужден идти какие-то, может быть, заведомо невыгодные размены. Ну да, но они не приводят к плюсу, конечно. 3-12, на нижнюю часть карты выходит Бэтбум, пытается всю карту поглотить. Ну, что там у нас? Тайтхантер плюс Рубик. Демоник Порш на Файбай. Блинка себе приобрел, это явно облегчит ему страдания, даже если он погибнет, зная, что нужный айтем он себе взял. Ну, придется умереть, я думаю, да. Тайтхантер погибнет, я думаю, и Феликс Сяуба Торн Токи тоже не должен отпускать. Легкий фраг на Тайте, и Рубика тоже поглотят. Ну, вот здесь главное не проспать следующий момент. Тайтхантер воскреснет вместе с Рубиком. Наверняка будет Смог. Я думаю, что попробует первый реведж Найтс использовать как-то вместе со своей командой. Здесь желательно Бутбу много не отдать. А если выиграть драку, получится, то там вообще будут развязываны руки. В ближайшие там две с половиной минутки можно будет побегать, там чуть ли не на Тер-2 спушить. Они уже на Тер-2 направляются. Отдеф отмечу, глифа нет. У Найтс, на самом деле, ауты уже очень такие вот прям минималистичные. Им нужно просто войти в спину, дать хороший реведж, нажать глобал, убить трех-четырех героев за это время, да, и выжить при этом все. Мне кажется, Бутбум так не подставится. Бутбум забирает уже себе аутпост. Ну, это очень качественная игра. Просто по всем фронтам 7 тысяч преимущества, 8 тысяч преимущества. Нужно дождаться БКБшки, забрать Рошана, можно найти на рампу. Такое ощущение, что это будет первый и последний реведж для команды Найтс. Ну, давайте будем запекать наперед. Пока все действительно неплохо у Бутбум, но шансы на фиде всегда имеются. Сейв подставляется. Здесь находят его Алакрити. Пока Дистрапшн выиграет время, но команда не будет играть под Шадо Демона. Спокойно это дает. С другой стороны, позиция такая была у Сейва, как раз таки, чтобы, возможно, и смоки ревелить, возможно, подпитать какой-то выход с Тайтхантером. Это, как раз таки, дает возможность спокойно качаться Коргеру и Бутбум. Что делает Найтфол спокойно в вражеском лесу. Что делает Пьюр, который вообще мы практически не видим на карте. Он показывался на линии. Неплохо там они отыграли. Но он сейчас и не должен играть первым номером. У него задача, если что, подстраховать Лейт. Пока Снайпер, на самом деле, команде Бутбум не особо нужен. Пусть качается, пусть будет с запасным планом, если что. Он даже не сколько в Лейт играет. У него Момбэ КБ, то есть он готовится в Тимфайт. Он понимает, что, если что, конечно, он может пофармить, но Бил такой на верочку, для того, чтобы просто-напросто помочь своим тиммейтам до конца. Просто-напросто добить свои шмоточки, выйти в Рашпит, забрать Рашанчика и уже завершить эту Котеллу. Торонто уже покупает гем. Все очень хорошо. Флайбай подставляется, нажимает. Он там Меку, ну живет, ну что это такое. Это очень нравится, смерть. Ну, я не знаю, рыцари ничего не делают. Их не видно на карте. Они просто пытаются убить саппортов. Они убили два раза. Или два раза Клакверка, по-моему, два раза убили Шуду Демона. Все. А эти герои сами подставляются. Они скаутены, они фейс-чекают. Они фармят Снайпер, фармят Лишрак и фармят Ликан, который не умирает. Небольшой у нас не Сплэйтер, он только фан, но тем не менее Экси-Жи умирает. Ну, на халявку забрали. Ну, другого геймплей то у Найт сейчас быть не может. Они проиграли линии. Все, что им нужно, сейчас оберегать дровку, как Зенит Цоока. И надеяться, что своего хайграунда, который они там... Ну, с начатием, в принципе, не так сложно, потому что и внезапно с реведжем есть дровка, плюс Рубик это, ну, хороший защитник, который отспамливается, в общем, своего хайграунда. Поэтому мы сейчас сохраняем дровку, как Зенит Цоока, надеемся, что она нафармит себе кучу слотов и как-то отобьется. Вот, наверное, единственный геймплей, который у Найт сможет удовлетворять. Конечно, хотелось бы, чтобы они все-таки реведж как-то использовали, потому что, ну, 19-ая минута не было ни одного применения. В всяком случае, мы его не видели, а если был, то, видимо, совсем неудачный, потому что всего 4 убийства. Если реведж реализует, еще окей. Ну, а так, флайбай, да, больше 0,4-1 тоже сконцентрирован на своем фарме. Ну, хорошо, если ребята верят, что они в лите будут сильнее, то, наверное, можно и качаться. Просто аутфарм, конечно, уже очень дикий. 19-ой минута 9к лететь, слишком много. Там, понимают, еще 3-4 проигрывать, но 9. И видим, наверное, Рошан где-то забрать. Так, Алакрити прыгает через Блинк, есть Дизрапшн. Димоник пурш на Эго, мультишот никуда. Сразу же Глобал, на всякий случай, чтобы Эго не сажали. Флайбай стоит, Дивардится точка, Флайбай с Реведжером, прыгает, Реведж дал. Да кто будет драться, потому что тропка убежала. Дровки нужно бить, никто не бьет. Вот только сейчас Эго разворачивается, даже с ума надо стрелить сложно, демеджа не хватает. Пьюр издалека, при этом стреляет довольно успешно. Минус Рубик, минус Таск. Надо бы до дровки добраться, тайда отзонили, Флайбай тоже здесь оприченно будет погибать. Минус 3, легкий тимфайт. Первый Реведж, очень неудачный. Но здесь не было коммуникации между Флайбаем и Эго, потому что ну под Реведж только дровка, наверное, что-то могла здесь надамажить. Очень легко еще смотрится, играли команды Бэтбум. Реведж дали, а демеджа не нанесли. То есть дровка подставилась, получила урон. У нее вроде как есть шард, а это потенциально, скажем так, хороший буст. Это на самом деле тоже дополнительный урон для Дроу Рейнера. Особенно если ты кого-то успеваешь убить, чтобы разлетелись вот эти самые осколки. Ну и вот смотрим. Да, Эго подставился под ультимейтом, неприятно, больно. Есть глобал, бежит на исход, бежит бюрн. Да, Реведж дали. А где демедж? Вообще, кто должен наносить урон сейчас в команды? Тим Найз. Наносить урон, скорее всего, должен, конечно же, у нас Тасик плюс Дроу Рейнджер, но не хватает. Все же и подставился. Ему больно неприятно. Его здесь, скорее всего, забирают. Гипска подходит, дает старт мимо, но какая разница. Да, есть поизон. Там проклятие миссейф не отпускает. Фамят издалека. Загоняют даже буквально под Тир-3 сейчас бэтбон своего соперника. Не дают даже ни единого фрага сделать. Разрушают потихонечку Тир-2 по центру. Тир-2 снизу уже давно было снесено. Аванпост перехвачен, но Аегис есть. Ну, вопрос, наверное, сейчас только один. Мы планируем зайти на хайграунд с этим Аегисом или все-таки с ним побегать еще преимущество, позарабатывать и уже сыграть последующего Горошан? И та, и та опция в принципе окей, но бэтбон могут, знаешь, немножко попаиваться своего турнирного положения и какого-то маленького шанса на камбэк соперника. Чтобы не отдавать, чтобы сыграть капитально и надежно, можно за первый Аегис снести все внешние и захватить всю карту, а за второй уже выиграть игру. Но если найдут возможность за первый Аегис выиграть игру, тоже кайф, потому что будет довольно быстрая такая уверенная каточка. А я думаю, пойдут в хайграунд, все-таки есть снайпер, есть ли шрак, есть ли кан. Герои, которые могут пушить, герои, которые быстро пушат, забирают вообще это строение, понимаете, там, моментально. Есть гриф, есть там рейвиш, в общем-то, как-то могут поддеваться найт, самое главное, есть руби, который может отспавливать. Давай посмотрим. Сейчас слоты уже у команды Бэтбум имеются, те слоты, с которыми можно заходить на рампу. Насколько я понимаю, рекан уже там себе несет керасу, а с этой керасой ну, нужно идти, все, пюре начинает бить. Неприятно, больно, есть гриф. Нажимать не хочется, но заставят. Эго подходит, эго байтит. Неужели, если ты так смог? Сейчас бот, видимо, использует какие-то реведжи, флайбай в позиции, нырнет ли? Нет, ну... Хочется хотя бы вот со шлема оверлорда суммонно забрать деньги, заработать, потому что мы видели прошлые драки, там что-то пыталась дробка пробивать, но урона мало, так забавно смотрится. А Лакрити молодец. Вот кого хочется и знать похвалить в этой карте, наверное, на Лакрити, потому что, ну, наверное, он сделал максимум, возможно, достаточно неплохо все-таки отстоял линию. Он выдал парочку неплохих гангов, да, забирал саппортов, конечно, не кор-героев, но тут как бы вопрос с тем, кто подставлялся из Бэтбум, поэтому у него хотя бы какой-то геймплей был интересный, потому что, ну, без слез на там тройку не взглянешь, Флайбай просто играет там без удачных реведжей и с огромным количеством смертей на линии. Ну и дробка просто еще не успела выйти в свои слоты. Отличный глиф, Флайбай будут перехватывать, но вот да, абсолютно не получается, Димоник Пуш, ничего не работает, спокойненько отправляет его в таверну. А что дробки, какие слоты вообще есть на 23-й минуте? Пика и Митрилхаммер, да, выйти в БКБ хочет. Шарте приобрел, кстати. Ну да, Шарте дэмэдж, тем более против. Лишечка не попали как лукшотом, ну ничего страшного, вот умер Флайбай в топе, вышел Аллакрити на бот, пофармил две пачки. Что дальше? Ликанур начинает бить вверх. Где у нас пир? Пир на боте. Ну, закрыли в такую так называемую коробочку сейчас команда Найс, герой, который выходит с базы, выходит за пределы того самого, ну как, уголочка начинает погибать. Фармят мало, делать нечего на карте, просто стоят, ждут. А Бэтбум не торопится. Бэтбум играет на верочку, набирает преимущество, набирает преимущество в такой, с которым будет очень трудно проиграть. Можно подождать, какие еще шмоточки. дэмэдж на снайпере, БКБ, наверное, Блинк на лишечке, а дальше уже дело техники. Ну, наконец-то смог, Найс, идут даже не на конец, Айгиса, просто идут. Пьюр подставился, Пьюр, не один ли он тут, рядом находится саппорт, здесь Клаквек, нападение на Пьюра, ему больно, его стирает, это Айегис. Берут позиционку, есть Глобал, есть Рэвич, есть БКБ, ГПК позиции, Рэвич дожали, Пьюр не успел нажать, минус Пьюр. Наконец-то Найт сделали что-то интересное, Найт Фолыч бежит на этом ликане, кукшот мипа, залетает ГПК, ГПК, какое количество урона наносит, совсем больно, все горят, все жгут, это богоподобие, просто погибает, сыпется вся команда Найт, а Найт, минус один, минус второй, минус третий, и это конечность, скорее всего, потому что, ну есть Байбеки, ладно, еще есть время, можно как-то подефаться, все-таки Пьюра смогли забрать, забрали Айегис. Ну, все свои силы направили на убийство Снайпера, небольшой, правда, оберкилл такой получился, уж прям слишком испугались, за то, что будет контр-инициирование Бэтбум, там одного реведжа платал, на самом деле, снайпер-то и без реведжа погибал, но они еще и глобалом сверху все закрыли, и когда все это потратили, снайпера убили, ресурсов больше не было, это все понимали препятствия Бэтбум, имея такое дикое преимущество, наказали и даже без своего снайпера. Ну, скажем, Пьюр выполнил свою работу, забайтил, ребята из Найт сами вышли из своей базы, что позволяет впоследствии Бэтбум как раз-таки пойдет на ХГ что-то сломать, но, все-таки, да, с первым Айгисом нынче игру заканчивать очень сложно, если соперник не сдается, то ждем, скорее всего, второго Рошана. А пока ждем, друзья, можно поучаствовать в акциях от нашего партнера Бэтбум, это акция Кибербум, друзья, жмите на баннер по трансляции, гарантированно будете получать фри бета, а еще и шанс поучаствовать в розыгрыше топовых девайсов, ссылочка по трансляции для вас доступна. Я думаю, что, ну, сейчас спокойно, 3 минутки пофармим, дождемся Рошана и потом закончим эту игру. В общем, здесь уже, да, здесь уже, наверное, можно чуть-чуть расслабиться, чуть успокоиться, потому что шанс на камбэк становится супермало. Можно Дота Плюс посмотреть, как там Дота вообще рассчитывает. Ну, вроде как, да, вроде как, 2% это, ну, наверное, это прям слишком много даже, может быть, 1% какой-нибудь выделить, можно на какой-то камбэк. Это при том, не знаю, команде Бэтбум нужно тимбайпнуться, наверное, раза 2 или 3 подряд, чтобы у Найтс появились какие-то реальные шансы на камбэк. А так, вроде как, надежно. Ну, чудовищная ситуация, будем объективно, да, то есть, уже бучка упала на миде, на 25-й, а второй шанс появляется, нужно найти драться, принимаем драку, если выигрываем, окей, можем как-то зацепиться еще чуть-чуть, поддержать игру, знаешь, в таком напряжении, но мне кажется, драку выиграть практически нереально. Есть БКБшки, там есть все слады, которые необходимы, или Шрак докупает агонин. Это вот интересно, нестандартное решение от ГПК, который сейчас выйдет на эго, эго подставляется, или он находится в Фиксе оба. ГПК не торопится, Хикса нет, напасть просто в темноту, он не может. Ну, пошел с Кавчиц, пошел искать. А рыцарь здесь, ГПК, играется, ГПК видит, влетает, нападает, фикат сразу. Так, бесплотная форма, глобал сверху, а там со спины уже Самон Эликантропа работает, Робикл убили, остальные по телепортам бежать. Но только так. В последнее время ребята не видели, потому что туман войны, ночь на дворе. Вот тут Лишак просто прыгнул, потому что знал, что его тиммей тоже подтягивается, поэтому, скорее всего, поддержка у него будет. Да, просто какие-то пробежки, прогулки. Я вот о чем подумал, что побольше бы таких карт видеть от наших команд. Не вот этой вот нервотрепки, каждую карту, в которой вроде преимущество набирается с лейнига, потом какой-то мидгейм непонятный, там отдали героев, и все это приводит к какой-то интриге и непонятному развитию событий в результате там, потерянным картам. Побольше надежных хочется вот таких вот легких карт, что типа, и мы знаем, и Бодбум, те же самые, и Спирит, они очень классно стоят. Лейнинг всегда. На лейнинге они могут получить преимущество в пару тысяч, чтобы это аккуратно преобразовывать в выигранную карту без там особых ошибок. Вот, чем чище, тем лучше, надежнее и спокойнее на душе. Вот, вот что хотелось бы. Вот как эта карта? Ну вот реально, тут даже нигде волноваться не пришлось. Это, конечно, там заранее не забегал вперед, чтобы там не отдавать после лейнинга сразу победу команде Бодбум, потому что мы знаем много чего происходило уже. Этот мейджор, в частности, полон сюрпризов. Но вот сейчас, когда вот видишь, что делают Бодбум на протяжении там 27 минут, надежно, пока надежно, минимум ошибок, всего 5 убийств отдали. Вот просто с большим таким пожеланием фанатским побольше таких надежных карт, чтобы, чтобы все было окей. Конечно, можно сказать, что это чистая игра, академичная, правильная, да, вот по всем канонам жанра. Играют четко, стоят на линиях, не погибают, не подставляются, не фидят. Ну, у нас летает ГПК, ой, как больно жарит. Есть рыбач в ответ, но демиджа нет, Эго нажимает БКБ и просто убегает. Залетает на айфол, просто бьет у нас по тропке. Клак вверх, кукшот, Эго подставился, это минус дроу рейджа, превосходит БКБ. В ГПК есть БКБ, касается, но что он тут может аллакрить, и под БКБ просто убегает. И это good game. Сколько у нас минут? 28. Ну, не самая быстрая игра. Ну, все зависело от найт, на какой минуте они готовы, собственно, ГГ написать. Где-то можно было уже на траке в центре или в лесу, когда они снайперы рэбэдж потратили уже...